В Монголии есть все, просто надо знать, куда ехать. Если вы хотите в Монголию самостоятельно на своей машине, а у вас не внедорожник, это возможно. Катаются туристы, но очень сложно найти об этом информацию. Это монголы там ездят, для нас это инкогнито. Мы не знаем, куда едем, у нас есть только карты. Дорога очень плохая, очень страшная, сложная. Ну, это правильно все. Так оно и есть. Надо все равно иметь машину 4ВД, но главное, чтобы еще водитель был 4ВД. Вы готовы к таким вот приключениям, они, наоборот, вас будут находить сами. Большинство дорог выглядит в Монголии вот как на правой картинке. То есть их там вот 20 сразу тебе по степи. Поэтому если вот вам хочется сафари, но не хочется в Африку, вот поедете в Монголию, прям вот насмотритесь. Всем здравствуйте. Очень рада, что вы пришли, потому что понедельник, и такое рабочее время практически. Я понимаю, что не у всех есть возможность, в принципе, приходить по понедельникам, поэтому очень... Почти полный зал. Для меня это прям неожиданность. Я вообще работаю гидом на Байкале и в Монголии. И я уже видела, что было несколько лекций в спортмарафоне о Монголии, и поэтому хотелось рассказать как-то с другого ракурса, потому что всегда рассказывается про какие-то лютые внедорожники. Мы вот лично ездим на кроссоверах, и как бы нам удается делать это здорово, заезжать в те места, в сложные места и делать интересные маршруты. И хотелось бы рассказать, как можно ездить тем, у кого нет внедорожника, но есть кроссовер. И хотелось бы сначала задать вопрос, что вы вообще знаете о Монголии? Чингисхан, пустыня Гоби, пески, динозавров находили, озера, да. Там много всего интересного. Горы, водопады, да. Вот в Монголии есть все. Как бы общепринято считать, что в Монголии есть только степь, что там вообще смотреть, кроме этой степи? Ну нет, в Монголии есть все, просто надо знать, куда ехать. Так же, как у нас страна большая, тоже есть все. И Монголия тоже очень большая страна. Вот о чем я сегодня хочу рассказать. Не просто в целом о Монголии, потому что таких лекций уже было много, а о том, куда поехать в Монголию вне асфальта. Ну вот я взяла как заголовок. Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, нет ничего интересного. А где интересно, там нет асфальта, тут братьев Стругацких. Ну это наш девиз, мы под этим девизом в принципе строим все наши маршруты и катаемся так. Не только туры, мы между турами ездим сами, самостоятельно. По Монголии открываем новые места, нам это интересно. И вот хочу показать сразу карту Монголии, такого среднего цвета, терракотового. Это как раз есть степь, как говорят, что там в Монголии. Смотрите, одни степь, вот это степь. Бледно-желтая – это уже пустыня Гоби, и там есть пески. Но на севере, на востоке там не совсем пески, там все-таки больше степь. А вот это оранжевое, темное – это как раз горы. И в горах уже, конечно, есть все и ледники, и водопады, и озера, и прочее. Чаще всего про Монголию рассказывают нас с заездом из Алтая, и там котловина больших озер. Я этой части касаться не буду, потому что для меня самой это еще малоизведанная часть. И про нее больше рассказывают другие путешественники. Мы будем касаться средней части Монголии и уходим на юг. Зачем нужно ехать в Монголию? В Монголию нужно ехать для того, чтобы сломать свои стереотипы. Сколько мы ездим сами, мы каждый раз сами удивляемся, какая вот она удивительная, и сколько привозим туристов, они тоже говорят, ну вообще такого не ожидали. Вот три картинки – это три разных района Монголии. И это все либо весна, либо осень. То есть одновременно может быть и зелень, и может быть как раз пустыня со скалами, и ледниковые каньоны. Причем вот ледниковый каньон – это весна, осенью там, скорее всего, льда уже не будет. Он там тает. На левой картинке у нас показано как раз озеро Хупсугул, про которое я больше всего сегодня хочу рассказать. Оно отличается вообще в корне от всей остальной Монголии тем, что это горы. И как бы все картинки оттуда, если их просто показывать и не говорить откуда, вы будете думать, что это не Монголия, что-то другое. А посредине – это вообще потрясающее место. Его даже исследователь Азии, наш прославленный ученый Ефремов, называл эти горы такими удивительными. Растут из-под земли, они не засыпаны песком. Они, наоборот, постепенно все повышаются и повышаются. В результате тектонических движений плит песок все ниже и ниже становится, и они выходят с годами, с веками, но мы этого не увидим, они станут гораздо выше, эти горы. Сейчас они выглядят как вот эта степь, и из нее торчат такие скалы. И этот массив достаточно большой, он около 40 километров в длину и в ширину около 10 километров. То есть там внутри просто этого массива, он лабиринтовый, можно кататься и играть в прятки, и можно друг друга не найти. Сколько бы мы туда ни приезжали, мы других туристов там не видели. Это не значит, что их там нет, туда и другие приезжают. Но вот мы не видели. То есть мы как-то друг друга избегаем. Самое главное место, самая жемчужина Монголии – это песчаный каньон Херменцав. Можно его сравнить с известным Гранд-каньоном в Америке. Это страшно труднодоступное место. Туда очень долго ехать, очень сложно добираться. Там нет вообще ничего. Там ни жилья нет, ни связи, ни источников воды. Ну вот ничего, то есть надо все везти с собой. То есть это история чисто про палатки. Все везете с собой, но там очень классно. Этот каньон тоже большой, он раскинулся на десятки километров, и по нему можно гулять, он тоже лабиринтового типа. Мы приезжаем обычно туда на две ночи, потому что одну ночь ты только там приехал, чуть-чуть посмотрел уже уезжать. Можно там и три ночи проторчать. Главное, сколько вы воды с собой привезете, потому что пить хочется, и готовить тоже нужно еду. И мыться тоже нужна еда. Поэтому тут вопрос еще, сколько с собой можно привезти провизия. Поскольку мы туда ездим на кроссоверах, у нас не такие большие багажники, то есть много мы набрать не можем. Мы обычно для готовки берем еду, приготовленную уже. Она так меньше места занимает на самом деле. Пакеты готовой еды. Ее проще приготовить, потому что она не требует воды дополнительной. То есть она уже готовая. Берется казан, несколько литров воды, ну там три литра буквально воды, и там на восемь человек можно легко приготовить и чай, и подогреть эти пакеты. Ну то есть если вы будете просто воду готовить, вам нужна еще дополнительная вода там на пролив. Ну в общем как бы с водой экономия получается значительная, и главное со временем и с газом. Заехать туда можно различными путями. Мы уже нашли как минимум три варианта, но все они ведут через пески. Там прям через Бархана нужно ехать. И у нас был однажды случай, когда мы ехали одной машиной, кроссовером, и не могли проехать Бархан. И в этот же момент на Бархане на этом находилось две буханки монгольских. Но они там пытались заехать, и мы там чуть в стороне пытались заехать. В итоге получилось, что мы помогали все друг другу. У них одна буханка заехала, потом прибежали монголы все оптом, затащили наш кроссовер, потом вытащили вообще все троса, какие есть и их троса, и наш трос, и так затянули вторую буханку. Но чтобы мы делали одни, это вопрос. Ну, наверное, долго бы забирались. Но мы бы тоже все равно преодолели этот Бархан. Вопрос, сколько времени бы у нас это заняло. Нужно также учесть, что там нет заправок. Ну, то есть с собой нужно брать еще и запас бензина, помимо того, что вам нужен запас воды. Ближайшее жилье находится не так далеко, сколько нам, 170, по-моему, километров. Но ехать сколько вы будете? Зависит от того, как вы умеете ездить по пескам. Вопрос такой. Вот про асфальтированные дороги. Асфальтированные дороги в Монголии все-таки есть. Их не так много. Вот они указаны красным. И мы стараемся их избегать. Основная монгольская дорога здесь заходит с Алтая, так пересекает всю Монголию, и так можно по ней добраться в Улан-Батор. Как обычно и ездят. То есть чаще всего маршрут именно таким строится. Заезжают с Алтая, проезжают по этой дороге, добираются до Улан-Батора и выходят здесь через кяхту, снова в Россию. Ну, либо в обратном направлении. Она полностью асфальтированная. Если у вас даже кроссовера нет, а просто обычная машина, то даже таким образом вы можете проехать по Монголии и что-то интересное по пути увидеть. Там есть интересности. Ну, вот как минимум здесь есть озеро, там есть вулкан, на него можно подъехать. Ну, там нормальная грунтовочка, то есть вы пройдете. Здесь будут пески, Элсен-Тасархай, такие мини-гоби, там на верблюдах катают. Можно красиво пофотографироваться, если взять правильный ракурс. Можете говорить, что вы были на самых высоких барханах. На фотках будет выглядеть именно так. Ну, то есть вот, если вы хотите в Монголию самостоятельно на своей машине, а у вас не внедорожник, это возможно. Вопрос в маршруте. Ну, нам так ездить не нравится, поэтому мы ездим вот так. Через Хубсугул заезжаем, едем, например, вот так просто напрямик. У нас однажды была идея проехать Монголию с севера на юг, просто вот максимально вниз. То есть с Хубсугула вот так максимально вниз мы доехали, как раз до Херменцава достигли, вот здесь он. И потом вот так возвращались, уже выходили на Алтай. Мы в Турцию ехали. Другие варианты у нас были, когда мы возвращались, мы ехали вот здесь вот, северами, не по асфальтовой дороге, а вот тут гораздо севернее. И вот тут вот мы катались в Дархатской котловине, там, ну, наверное, катаются туристы, но очень сложно найти об этом информацию. То есть мало кто пишет отчеты. То есть нельзя говорить, что вот мы там одним ездим, а большинство больше не ездит. Ну, отчеты сложно найти. Даже когда мы вот здесь ехали, здесь были интересные места, я их искала и в русском интернете, и в английском, и пыталась других языков переводить. Ну, невозможно найти. С учетом еще, что в Монголии место может иметь несколько названий. То есть, ну, поэтому информацию найти сложно. И в текстовом варианте ее тоже очень-очень мало. Поэтому, когда там едешь, для тебя это реально терра инкогнито. Это монголы там ездят. Для нас терра инкогнито. Мы не знаем, куда едем. У нас есть только карты. Вот. Тут у нас есть тоже асфальтовая дорога, но мы по ней опять же не ездим. Мы ездим вот так поперек. То есть нас интересует дорога, на которой нет асфальта. Ну, вот асфальт — это в сторону Алтая уже, кстати, такой новенький. Он прям хороший-хороший. Ну, не везде он, конечно, такой хороший. Где-то есть он как будто после бомбежки там с ямами залатанными. И лучше всего, когда вы едете по Монголии по асфальту, пристроиться за каким-нибудь монголам и повторять его движение. Они знают, где дырки. Ямы, он будет вот так лавировать их, обещать, вы просто за ним повторяйте. То есть это он неспроста делает. А где-то есть вот совершенно новый асфальт. Они очень быстро строят дороги. Кстати, вот дорога обратно, вернусь. Вот из Кяхты до Улан-Батора вот этот участок более толстый, он вот как раз новенький. И там построена четырехполосная дорога. Две полосы туда, две полосы обратно. Вот абсолютно новый. Его построили в прошлом году. Достроили, отремонтировали. То есть со стороны Кяхты заезжать вообще в Монголию просто красота. Главное, это не сказал. Мы живем в Иркутске. Иркутск у нас здесь. И для нас самые главные направления, как мы можем попасть в Монголию, это либо Кяхта, либо озеро Хубсугул. Но Кяхта нам неинтересна, потому что там для асфальта. И до Кяхта асфальта. Поэтому нас больше всего интересует озеро Хубсугул. Это очень популярное направление у иркутян для отдыха в выходные дни. Недалеко от границы, там буквально 20 километров. Много построено турбас таких очень простеньких. Там отличная рыбалка. Монголы сами не очень ловят рыбу. А нам это интересно, да? Русские любители рыбалки. Возить рыбу нельзя, кстати, но зато половить можно азарт свой удовлетворить. И многие там и остаются. Дальше не уезжают. Почему? Потому что вдоль Хубсугула дороги нет. Там дорога как раз для внедорожников. Если вы будете где-либо читать про эту дорогу, везде будет сказано, что дорога очень плохая, очень страшная, сложная. Это правильно все. Так оно и есть. Ну и вот мы по ней очень любим ездить. Про ту дорогу я расскажу чуть позже. А остальные дороги в Монголии в принципе простые. Ну так с нюансами. Надо все равно иметь машину 4ВД, но главное, чтобы еще водитель был 4ВД. чтобы он понимал возможности своей полноприводной машины. Ну и водитель головой полноприводный был. То есть надо прям четко понимать размеры своей машины, колею, клиренс у машины, и что она вообще может. Ну то есть в какую гору она может заехать, какая у нее мощность. Ну вот это вот все детали технические водитель должен знать. Мы вот ездили по Монголии как раз с Игорем. Он ехал во внедорожнике, а мы вот ехали на красненькой машинке Рено Калеос. И он все это наблюдал. Ну мы, конечно, отставали, потому что они все-таки могли выше и могли быстрее идти. А мы там объезжали все эти кочки, но к вечеру все равно приезжали туда, куда надо было приезжать. Все как бы было почти без проблем. То есть для песка вы ничего не делали с машиной? А? Для песка ничего не делали с машиной? Ну стравливали маленько шины и все. Да. Тут еще там разный песок бывает. Бывает вот чуть-чуть песка, бывает побольше. Ну то есть это вот надо понимать. Ну в смысле вот водитель, который за рулем, он должен чувствовать, сколько песка. И в зависимости от этого ехать. Можно просто ехать, остановиться, да? А где-то нельзя останавливаться. У нас там было такое частенько. Мы едем, как красиво, стой, стой, я сфотую. Нет, тут нельзя. Мы такие, ладно. А в целом большинство дорог выглядит в Монголии вот как на правой картинке. То есть их там вот 20 сразу тебе по степи. Вот выбирай любую, куда хочешь. Да, и вот они все 20, там вот куда хочешь. Но и вот есть нюансы. Опять же, первый нюанс Сайры. Мне вот не удалось нигде у себя в закромах найти фотку Сайры, но ее просто правда сложно сфотить, это надо прям фотографом быть. Сайры — это русло пересохшей реки. Вот стекла река, и она высохла. От нее осталось небольшое русло, такая канавка. Она может быть совсем маленькая, едва заметная. Может быть, она с берегом с таким. То есть он там может быть такой. Может быть, вот такой бережок. А может быть, метр три. И ее не видно, пока вплотную к ней не подъедешь. И вот надо быть готовым. То есть ты летишь там 8 и 100. Это реально, правда. Мы так летали. Летишь 8 и 100, у тебя бац, Сайры. Ты должен как-то резко затормозить, иначе полетишь в полет. На Сайрах, кстати, очень часто ловятся мотоциклисты. Ну, разбиваются. То есть прям, ну, это реально. Она сама по себе ничего страшного не представляет. Главное, ее вовремя увидеть. Есть маленькие Сайры, коротенькие, то есть вот размером там с машину. То есть ты ее прям так пересек и дальше поехал. Есть длинные Сайры. И Сайры показаны на картах военной карты. Как я забыла название? Старые военные карты. Да, советские военные карты. Вот на них Сайры показаны. Но тут вопрос в масштабе. И плюс они все равно со временем меняют немножко свою траекторию. А карты, они же все-таки старые. Ну, примерно, да, можно предсказать. И мы как бы и так ехали. Я в карты смотрела. Сейчас Сайра будет, готовимся. Иногда бывает, что там ездишь километров 10, нету Сайры. А иногда у тебя там на километр 15 Сайр. То есть вот так может быть. Ну, потом камни. Камни разных размеров. С камнями все понятно. Там камень может залететь куда-то. Камни острые бывают. В них можно порезать шины. Ну, это как бы наиболее понятное. Пески вот как бы мы уже обсудили. Есть еще колючки. Вот нам как-то пока везет. Вот мы ни разу колючку не ловили. Но это часто рассказывают, что едешь по степи, ловишь эту колючку, и она очень острая. Они сухая, острая, и протыкают колеса. То есть всегда надо с собой какие-то вот ремноборы. Прям кучу, кучу ремноборов. Гребенка. Гребенка представляете, что такое? Ну, это когда вот такая стиральная доска. Иногда бывает она такая ужасная. Вот мы последний раз ехали где-то, попали в участок. Километров 5, наверное, по ней ехали. Час. Просто она настолько жесткая была. И мы такие думали, никогда эти 5 километров просто не закончатся. Иногда так себе. Ну, вот встречаются. И нюанс такой, животные и птицы. Животные, они не опасные, они интересные. Ну, то есть вы ехали, ехали, а тут вау, какой-нибудь стадо джейранов такое бежит. И все, руль направо за джейранами, полетели куда-то кругами. И мы вот как раз когда с Игорем ездили, они вот так джейранов гоняли, а нам не видно было, куда они уехали. И мы ехали по их следам. Смотрим, так следы куда-то в поле ушли. Мы такие за следами в поле. Так покрутились, повертелись, вышли обратно на дорогу. Походу они джейранов гоняли. Или верблюды там бегают. Ну, овцы, понятно, там толпами могут дорогу переходить. Птицы там грифы летают. Они такие огромные, вредного туриста легко унести могут. Какие-то маленькие там птички бегают, лошади, зайцы носятся. Как с сафари едешь, только вот успеваешь. А, лиса! О, верблюд! То есть вот прям вот так. И как бы это тоже все тормозит процесс. Ну, потому что интересно же все это посмотреть. Вот. И вот про животных. И вот прям это на ходу сфото на мой китайский телефон. Вот это грифы сидят, кстати. Они, когда сидят, они очень похожи на людей, которые на себя одели какой-то плащ и вот так вот сели. Вот они прям реально вот такие большие сидят. И ты издалека прям думаешь, ну, что-то люди сидят. Подбеждаешь ближе, что-то какие-то странные люди, люди такие, уйдите, полетели. Верблюды, там вот журавли-красавки ходят, пасутся вместе с коровами. Тушканчики там бегают всякие. Ну, в общем, хватает вообще всех. Поэтому если вот вам хочется сафари, но не хочется в Африку, вот поедите в Монголию, прям вот насмотритесь. Вот многополосный хайвей снова, да, вот смотри, можно посчитать, сколько там. В принципе, они все идут в одну сторону. То есть это действительно многополосный хайвей. Но может быть так, что там, например, левых пять штук, потом раз куда-то влево повернули и поехали куда-нибудь туда, совсем налево. Поэтому надо следить за курсом, периодически сверяться. Мы сначала-то, когда по первой сети ездили, такие, ой-ой, мы ушли в сторону, ой-ой, мы на три метра в стороне. Потом уже привыкли так, что там, пять километров от дороги, ну, в сторону. Ну, Азимут держится, нормально, едем дальше. Главное, знаем, что нам вот туда надо приехать, и плюс-минус мы туда едем. Но это со временем приходит с опытом. Если вы где-то уже ездили с таким же вот опытом ориентирования, то будет легко. Если нет, то, ну, старайтесь все-таки далеко не уходить от основной линии, которую вам нарисовал навигатор или на которую вы там проложили сами по карте, чтобы, если что, чтобы быстро вернуться обратно. Потому что бывает, что вы там зайдете за какую-то очень широкую, глубокую сайру, и потом ее будет сложно обратно перейти. Вот. И вот такой у нас был маршрут однажды зимой, в начале апреля, да. Он нарисован, видите, по озеру прямо. Такой дороги нет. Парон там тоже не ходит по озеру. Это возможно только зимой, когда Хупсугул замерзает. У него такой же толстый лед, как на Байкале, и по нему можно ездить по этому льду. И это самый лучший вариант, потому что вообще-то вот внизу деревня Хатгал, наверху деревня Ханг, между ними есть официальная федеральная трасса Ханг-Хатгал. Она проходит вот по восточному берегу Хупсугула, вот здесь, да, справа, не попадаю. Но это у нее только название такое, федеральная дорога. По ней ездят вот только внедорожники или мы. Хотя, знаете, монголы на Приусах там тоже ездят. Как им это удается, никто не понимает. Но это монголам надо быть, там, наверное, 6 ВД в голове. А зимой зато можно проехать по льду напрямую, это самый лучший вариант. Расстояние 180 километров, едется оно по земле, там, один-три дня, ну, кто как едет. А по льду 2-3 часа, и все, вы на месте. Ну, то есть очень удобно. И мы вот в апреле специально поехали, вот у нас такой был круговой маршрут. Сами катались, но у нас было не так много времени, поэтому пришлось так частично покататься по дорогам, да, по асфальту. Потому что вот от Мурена, сейчас уже даже от Хатгала, вот это уже почти все асфальт. Ну, мы тогда заехали север Хупсугула, покатались, посмотрели, как там это выглядит зимой, чтобы вот знать для себя. Вообще, вот этот круговой маршрут, если его ехать зимой по льду, вот он делается за 5 дней, вот от Иркутска до Иркутска. И вот они, два основных погранперехода показаны. Левый у нас Мондеханг, он двусторонний, что это значит? Это значит, что переходить его могут граждане только двух стран, России и Монголии. То есть для иностранных граждан он не подходит, там их не пропустят. И плюс он работает в зимнее время с понедельника по пятницу, с 10, вообще до 18 часов, но на границу вас после 17 уже не пустят, то есть надо вас до 18, потому что с него выпустить. А вот второй погранпереход, который справа, Кяхтал-Танбулак, он уже международный, он круглосуточный, то есть он подходит для всех стран, то есть гражданин любой страны может там попасть в Монголию по земле и в любое время суток, и ночью, и днем, и хоть когда. Единственный вариант, нюанс, для заезда там ночью лучше заезжать, потому что при заезде монголы пытаются продать вам страховку, их монгольскую, а ночью там просто никто не продает. Страховка эта, по сути, является подделкой, то есть если случится реальное ДТП, она вам ничем не поможет. Просто это не так давно вскрылось, и оказалось, что этих данных у страховых нет, то есть там от руки что-то пишется и выдается, а платится примерно там с машины 2000 рублей, вот так. Ну вроде как бы немного, но как бы за что? А если будете въезжать днем, то однозначно вы не выпустят просто с границы, она перед шлагбаумом находится, это страховая, и вам просто не откроют шлагбаум, пока вы ее не купите. А если заезжать через Ханг, то никто там страховку не продает. Там просто нет такого, потому что большинство россиян заезжает, катается вот там в Ханге, и выезжает обратно, потому что большинство не суется дальше в Хадгал, потому что плохая дорога. И это отличное направление для посмотреть Монголию за 3-4 дня. Ну не совсем правильно будет сказать, что ты побывал на Хубсугуле и посмотрел Монголию, потому что там горы, озеро, лес, ну вообще как бы не степь. Ну хотя бы хоть что-то, да, потому что если до Кяхты нам ехать только вот где-то часов 13, например, из Иркутска, там уже за 3-4 дня не получится, потому что у тебя день только на дорогу уходит. И плюс со стороны Кяхты до Улан-Батора, ну там практически нет. Мы пытаемся там что-то найти, но оно такое, ну как бы заехал там 15-20 минут, посмотрел и дальше. Потому что там действительно степь, там есть несколько старых монастырей, но они, ну если как бы прям любитель монастырей, то да, будет интересно. А как бы просто путешественнику, ну походил, посмотрел, да, 20 минут, и что дальше. Только как бы не так это интересно с той стороны заезжать. Вот интересно заезжать с нашей стороны, с озера Хубсугул и со стороны Алтая, потому что там тоже горы и много озер. Вот так выглядит Хубсугул зимой. Хубсугул – это младшая сестра Байкала. Вы много можете где прочитать, что это младший брат Байкала, но это неправильно, потому что Хубсугул по-монгольски – это женское имя. То есть Хубсугул – это девочка. Поэтому это младшая сестра Байкала. И действительно сестра из озера Хубсугул вытекает рекой Гингол, она впадает в Селингу, а Селинга впадает в Байкал. Селинга является самым большим притоком Байкала, и фактически в Байкал втекает вода из Хубсугула. Там точно такие же пузырьки, такой же в точности прозрачный лед. Единственное, что нет пещер с сосульками, потому что нет гротов, чтобы там могли бы такие сосульки сформироваться. Все остальное есть. И во времена твердой воды все ездят только по льду, никто на эту дорогу ужасную не суется, потому что зачем ехать по сложной дороге, которая там зимой еще снегом заваливает, когда можно за два часа доехать до Хатгала по льду. Ездят абсолютно официально. Если у нас в стране запрещено ездить по льду, в принципе, можно ездить только по официально проложенным переправам. Вне переправ езда по льду запрещена. В Монголии можно. Когда у них начинает таять снег, тогда они начинают там запрещать. А так, пожалуйста, катайся налево, направо, задом, наперед, как хочешь. Если там с тобой что-то случилось, ну, сам виноват, зачем ты так сделал? То есть, ну, на твою ответственность. Но очень красиво точно так. Еще плюс это все горами окружено, горы близко. Поэтому зимний хопсугул тоже достоин внимания. Вот такие же там есть в точности голубые торосы, прозрачные льдины. Вот все то же самое, что на Байкале, только нету толп людей, как на Байкале, когда приезжают зимой смотреть лед Байкала. И плюс он находится на высоте. Озеро Высокогорное, 1600 метров. И вокруг горы высотой до 3491. Была уже лекция, я знаю, здесь в спортмарафоне, про восхождение на Монку-Сардык. Она находится как раз на границе России и Монголии. И из Монголии тоже туда совершаются восхождения. Вот высота 3491, а вы на 1600. И чему там заняться зимой? Подлёдная рыбалка. Запрет на рыбалку. Вот сейчас есть с 1 апреля по 15 июня. Восхождение на Монку. Вот эта фотография справа. Как раз вид с Монки на озеро Хопсугул. И посмотреть быт кочевников. Это вот реальный быт. Мы уехали там куда-то вдаль. Там нет связи. Нет ничего. Вход в юрту. Там, смотрите, шкура лежит. То есть в юрте там хорошо. При этом стоит рядом солнечная панелька. Спутниковая тарелка. То есть у них там как бы нормально. Нормальный дом. Там люди так живут. Рядом у них пасётся стадо яков. Вот заборчик. Часть видна его. Забор весь увешан детскими вещами постиранными. Всё сушится. Люди живут до ближайшего посёлка Ханг. Ну, по льду сколько мы там? Часа два, наверное, ехали. А когда лёд растает, надо будет объезжать вокруг. Ну, часа четыре, наверное. И связи там нет. Вот это озеро Хубсугул. Уже выглядит так летом, когда вода жидкая. И по центру как раз горы Мунку-Сардык и горный этот узел. Местные ездят на мотоциклах. Это удобно. Удобнее, чем ездить на машине. В национальных нарядах. Мимо нас их проехало там мотоциклов 20 и все в национальных нарядах. Это прям так приятно, что люди поддерживают свою вот эту этническую значимость. Много турбаз. Вот слева турбаза. Это как раз из юрца стоит. Но все турбазы там очень простенькие. Там нет вообще благоустроенных номеров. В принципе. То есть есть только полублаги. Даже когда монголы там клятся и божатся. Да, да, да. Это по их мнению у них благоустроено. То есть это не в нашем восприятии. Но вот как бы если к этому морально приготовиться, то все остальное хорошо и прекрасно. И вот отдых на золотых песках. Это вот справа пески. Там человек специально взяла фотографию с человеком, чтобы показать размеры. Ширина озера 30 километров. И вот здесь как раз в ширину где-то чуть поменьше, километров 26, наверное, на этой фотографии. И как раз где пески, вот там следы видите по песку, это часть федеральной трассы. То есть она прям проходит через эти пески. То есть если где едет мотоцикл, это северх у Псугула, и там нет федеральной трассы, там все катаются, но все равно какие-то мостики есть. То тут там такие мостики, что их вот как бы все равно что нет. То вот я специально делала две фотографии. Это была осень 22 года. Это у нас осень 23 года. То есть год прошел. Вот посмотрите, насколько стал мост изменился. То есть мы специально на него заезжали на этот мост, чтобы сделать фотографию с этого же ракурса. Но на самом деле по этому мосту не ездят, и здесь тоже не ездили. Мы такие заехали, такие а-а-а-а, потому что там дыра прям вот такая. Как бы ее никак не объедешь. И просто вот в брод рядышком с мостом проезжаешь. А остальные мосты выглядят вот как на средней фотографии. Вот там видите палочки по центру? Это мост. Таких вот бродов очень много. И вот ты там ходишь, перед каждым бродом выходишь, идешь, проверяешь, какой он. Это сухое время, кстати, сфотографировано. Неделю не было дождей. То есть вода упала, и мы достаточно легко проехали. То есть нам никуда там вода не затекала в салон авто. Нормально проехали. Но самое интересное, что вот конкретно в этом случае проехать было лучше не как мост идет по дороге, а вот чуть правее, где человек ходит, там оказалось чуть помельче. То есть там берег, дно повыше находится. И надо каждый раз ходить, проверять. И таких бродов большое количество. Превращается там в болото все в какие-то. Если дождь пошел, все, вот там сядешь, будешь сидеть. Мы видели свидетельство этого, но мы так подгадываем всегда под погоду. Мы смотрим, дожди пошли, все, туда не едем, потому что ну сядешь и будешь сидеть два дня. Смысл там сидеть два дня. А вот такие вот сейчас четко. Мы когда вот здесь мы ехали, мы прям на погоду мониторили ее. Не то, что каждый день, а каждые полчаса в нее заглядывали, потому что у нас было окошко, только один единственный день, чтобы проехать. Позже мы не могли и раньше не могли. Раньше не могли по своим делам, а позже снег шел. У нас вот был один день в зазор, но следующий день тут выпал снег, и дорога стала непроезжаемой. Было еще достаточно тепло, снег выпал, и все вот в такую кашу превратилось. И мы вот успели проскочить до непогоды, неделю не было дождей, и она подсохла. То есть это вот выглядит так сухая дорога. Вот эта вот вода, это тоже все сухая дорога. А когда разливается, там вот и даже этих мостиков не видно. То есть там прям можно хорошо сесть. И там уазик уже сядет, и джипы сядут. Вот эта дорога сухая все. У меня фотографий-то толком нет показать, как она плохая дорога, потому что как-то не получается. Вот здесь вот колея, видно, что наезжено, но она как бы вот такая. Ай, вот там вот колеса видно, там проезжали, такой езжем. У нас она, к счастью, подсохла, и мы вот по этим гребням там как-то ехали. Здесь вот мы по песку ехали. Здесь вот справа, там глинистая, и плюс там подъем такой затяжной, километров девять. И там в луже бревна валяются, толстые. То есть там кто-то прям нормально там развлекался. Ну, вот удачно вот все по-сухому проехали. Когда мы проехали пол Хубсугула, нам показалось, что как-то мало развлечений, и мы поехали искать еще развлечения, и поехали вот на эти источники Булнай. До них, наверное, где-то есть нормальная дорога, но она же нормальная не устраивает, поэтому мы вот ехали вот такой дорогой, там вот камни мы ходили, их перекладывали, разбирали. И вот эти вот лужицы, они вроде маленькие, но они прям глубокие. Плюс это был сентябрь, конец сентября, по ночам было минус два. А у нас была летняя лысая резина, и то есть въехать туда еще можно, проехать можно, а вот выехать, ну, уже получалось там как бы такой подъемчик. Ну, это вот реально водитель должен быть 4 ВД. То есть мы вот ходили, тоже каждую лужу осматривали, потом в темноте такое же болото, проезжали фонариками, ходили, разыскивали, где проехать это болото конкретно, прям кочки выбирали по каким кочкам, и потом стояли фонариками, светили, вот показывали в ворота, в которые надо въехать, ни левее, ни правее. Вот, ну, проехали. А вот сами источники Булнай, они довольно интересные. Вообще этих горячих источников в Монголии прям вот невероятное количество. они указаны все на картах. Ну, надо понимать эти монгольские карты, потому что они там по-монгольски указаны. Ну, иногда не совсем понятно, они там рошант называются. Иногда, может быть, рошант не горячий, но все равно интересно подъехать. Вот эти маленькие домики, оранжевенькие, это каждая отдельная купальня, в ней вот так купальня выглядит. То есть она на одного человека. Человек заходит, там есть окошечко, в окошке оставляет там шарфик или носок, чтобы было понятно, что кто-то в домике есть. Он там полностью раздевается, спускается в эту ванночку, она такая вот, ну, небольшая, и сидит там, там горячо довольно-таки, там от 38 до 44 градусов. То есть 38 – это вот наша температура тела, и это как бы просто тепло. А 44 – это прям горячо. Ты такой вначале, ты ложишься, вау, кайф. Такой через три минуты, все, я вылазил. А слева домик старый, там, видимо, было когда-то что-то, нечто санатория, потому что он вообще весь развалился. Но вот домик и купальня, они прям обновили, обмесли их забором монголы, чтобы туда не заходили коровы, чтобы место не было осквернено. И вот таких источников очень много. Сколько мы их встречали, они всегда были вот такого типа, что это отдельный домик на одного человека. Мы потом катались по ним, по этим источникам, прям вот через день в этих источниках грелись. Ну вот, как бы с хобсугулом мы вроде закончили, и дальше у нас такие более попсовые места. Это Хангаренелс и Бейнзак. Вы их наверняка встречали, видели, если Монголии интересовались, то вот эти фотографии вам попадались. Бейнзак переводится как огненные скалы, их американцы вообще назвали флейминг клиффс, пылающие скалы. Они и так оранжевого цвета, но когда вот на них светит закатное солнце, они просто взрываются, они прям реально огненные. И на закат, и на рассвет эта точка хороша. Поэтому здесь нужно ночевать обязательно рядом, либо в палатке, либо там есть кемпинги юрточные. Благоустроенных нет, а такие простые есть. Но в палатке тоже хорошо, особенно где-нибудь вот ее поставить, чтобы просто открыл, такой смотришь. Ну как бы тоже здорово. Поблизости тоже нет каких-то источников воды, то есть воду надо привозить с собой, но неподалеку находится деревня Булган, до нее километров 18, ну то есть вполне можно сгонять, там воды купить и вернуться обратно. Вот там как раз будет гребенка, вот эти 18 километров, потому что поток большой, там очень много иностранцев. Русских там вот сложно встретить, сколько мы не подъезжали, одновременно с нами русские не попадались, а иностранцы были всегда. А это пески Хангаренелл слева, это самая большая дюна в Монголии, 350 метров высотой и за ними скалы. Нет, вот в степи все находится, смотрится прям прикольно. Тут такая дюна, она еще в долину километров в сто и за ней еще горы. Когда дует ветер, он переносит песок и он поет. То есть Хангарен это поющий элс-песок, то есть прям поющие пески, они так их и называют. И вот здесь, в этой местности, очень-очень много турбаз различных, тоже юрточные все. Есть благоустроенные, стоят они 420 тысяч тугриков по нынешнему курсу, 1012 двухместный номер. Ну вот примерно такой порядок. А если взять просто юрту неблагоустроенную, то будет у человека всего 20-30 тысяч номериков. Счувствуете разницу, да, 420 и 20. Ну вот, то есть можно и так, и так начать. Можно свою палатку ставить, там это не возбраняется. Хотя и там, и там есть нацпарк, территория огорожена, вы въезжаете через ворота, нужно заплатить небольшой взнос за нацпарк, разрешение. Там у них каждый год повышается, но там что-то 10 тысяч тугриков, это примерно 300 рублей. Примерно такой порядок. И он в чем действует на въезд и выезд. То есть если вы живете за пределами, то есть вы выехали, там вечером посмотрели, выехали, переночевали, утром вернулись, вас по этому же билету пускают. То есть можно ночевать внутри парка и можно за пределами парка в зависимости от того, где находится ваш юрточный комплекс. Ну в палатке вот прям тоже классно. Ну и как бы если не подходит палатка, вот можно найти юрты. Забронировать эти юрты это отдельный квест, заранее в смысле. Поэтому лучше это делать на месте, но тут надо применять все свои коммуникативные способности, потому что монголы не говорят по-русски, практически не говорят по-английски. По-русски говорит только старшее поколение. Если кто-то говорит по-русски из монголов, он к вам сам побежит просто. Мы постоянно с этим сталкивались, он прям бежит, ему интересно поговорить по-русски. А в большинстве случаев нет. А мы как бы тоже не говорим по-монгольски. И вот там гуглопереводчик, жесты, танцы, пляски, и вот как-то договариваемся. Мы однажды ели там, ночевали в юрточном комплексе, и спрашиваем, можно ли у вас поесть что-то, что-нибудь вы нам приготовите. Они говорят, да, приготовим. Ну как бы я по-русски, а не по-монгольски. Конечно, приготовим. Я говорю, а что приготовите? Она говорит, рис. Ну я это по-монгольски понимаю. Я такая, что рис? Еж в Монголии, мясо надо есть. Я говорю, а мясо? Она такая, да, да. Как-то так говорит, непонятно. Я говорю, какое? Она там что-то говорит, опять непонятное. Я думаю, блин, что такое? Это мясо хочу? Смотрит, что я не понимаю. Подходит, там открывает ведерко пластиковое, достает из него кусок сушеного мяса. Говорит, вот. Я такая, ох, мясо, все, пойдет. Нормально, сделают что-то. В итоге нам принесли нечто вроде плова. Там был рис, картошка и мясо. Мясо оказалось сверблюжатиной. То есть чисто случайно. И вот это блюдо нам обошлось 20 тысяч тугриков. То есть это 600 рублей на двоих причем. И сверблюжатиной. Причем безлимитно. Ну, это как-то случайно. То есть как вот его заказать? Прям вот дайте нам именно это приготовьте. Ну, у него просто какое мясо было, такое нам оно приготовило. И вот когда вы едете самостоятельно, такие истории с вами будут более чаще случаться, чем если вы что-то планируете. Прям вот надо так и так. Вот может и не получится. А вот когда самостоятельно и вы готовы к таким вот приключениям, они наоборот вас будут находить сами. Обе точки это рассветно-закатные. Если здесь просто смотрят, но внизу тоже можно там гулять. Сейчас они, правда, перекрыли, но можно пешком спуститься погулять. А на Хангаренелс надо обязательно подниматься наверх и оттуда скатываться на корытах. Некоторые кемпинги выдают корыта, такие по типу ледянок пластиковые, и ты оттуда скатываешься. Прикольно. Полтора часа вверх лезешь, такой за пять минут вниз укатился. Ну а где так еще покатаешься? А это вот снова каньон Херменцав, самый такой жемчужина пустыни. Тоже специально я взяла кадр, чтобы показать масштабы, какие маленькие человечки, и какие там большие просторы. И там вот есть все, и скалы вот такие разноцветные, и пески с вот этой рябью, и сфинксы, и там даже оазис есть, но вода такая не для нас, не питьевая. Камыши растут. Ну как вот Ефремов писал, что там и животные бегают, но мы животных никого не видели, но видели следы. И потом я нашла где-то в отчетах, что туда летом могут скотоводы пригонять скот за счет того, что там есть оазис. То есть они его там какое-то время поят, ну какой-то маленький период, когда бывает вода. При этом там очень хорошо видны потоки воды. Видимо, когда идут дожди, вода быстро собирается, и возникают просто бешеные потоки. Там прям хорошо видно, как вот песок, когда он высох после воды. И это страшно представить, чтобы ты там оказался во время дождя или потока, потому что он просто смоет тебя, вынесет. Да, и вот по мне, так это тоже еще одна большая жемчужина. Их газрын чулу, долина большого камня. Так переводится. Их большой газрын земляной, а чулу камень. И вот этот скальный массив на 40 километров раскинулся. Там очень много грифов, прям много там, штук 100. И по весне вот очень красиво цветет миндаль. Ну вот надо попасть в этот момент, потому что прошлой весной мы когда приехали, он еще не начал цвести, и такие кустики были голенькими. А когда вот в это попадаешь, просто какая-то нереальная картинка. Как это вообще возможно? Что-то цветет еще. Фантастика. Вот специально машина в кадре, чтобы показать эти объемы, масштаб. При этом все эти камни, они достаточно простые для ходьбы. То есть практически на каждый камень можно залезть. Но если не слева, то там справа, сбоку. И то есть, соответственно, меняется ракурс, совершенно по-другому картинка. То есть там фототочка для фотографов тоже рассветно-закатное место. Прямо вот обязательно. И там же горные козлы бегают. Мы когда вот там ползали в очередной раз и тоже согнали горного козла, он такой выбежал наверх, посмотрел, посмотрел, убежал. Ну и это столица Улан-Батор. Я вот сегодня плавала на речном трамвайчике по Москве-реке, и мы проплывали мимо Москва-сити. Я такая, я думаю, Улан-Батор. Улан-Батор прям очень стремительно развивающийся город. Каждый второй житель Монголии живет в Улан-Баторе. Там всего 3 миллиона, полтора миллиона живет в Улан-Баторе. Там пробки невероятные. Я в Москве не видела таких пробок, которые вот там, там просто вот 5 километров. Ты вот, если ты не выехал из дома в 6 утра, ты никуда уже не доедешь. То есть там прям приготовься, что ты будешь вот часа 2 потратишь на то, чтобы часа 5 километров через город проехать. Плюс там хаотичное такое движение у монголов. Они вот как-то все друг к другу притираются. Он выезжает со второстепенной, не смотрит, что там, кто едет. И вот они нормальные, они так ездят. То есть ты едешь, мы по четырехполосной дороге едем, там у них есть такие дороги. Со светофора только тронулись, у нас как бы пустая дорога. Тут откуда-то грузовик только к нам влетает и просто перегораживает вот так всю дорогу. Мы такие по тормозам, потому что нам даже деваться некуда. А он такой медленно, медленно начинает вписываться. Нормально, у них нормально, они так живут. И вот в Монголии есть, в Улан-Баторе есть просто все. И высотки такие есть, и при этом и юрты там есть. Вот к окраинам присмотритесь, там точки, это юрты. То есть при этом там прям вот в юртах люди живут прямо в городе. И как бы это нормально. Вот теперь как нужно подготовить авто. Что взять с собой? Канистра 10 литров через границу не пропускают больше, чем 10 литров. Можно взять 20 литров, схитрить и сказать, что у вас 10. Как бы у нас еще не было таких случаев. Я другие отчеты читаю, чтобы у кого-то заглядывали и проверяли, сколько там. И вы говорите, да, у нас 10 литров. С собой, естественно, тросы, всякие фильтры, салоны, воздушные, все подряд, потому что надо понимать, что вы где-то, если вы сломаетесь, то, скорее всего, вы сломаетесь не посреди Улан-Батора, а где-то в степи, где нет связи и прочего. Поэтому у вас все эти запчасти для слабых мест, которые есть в вашей машине, должны быть с собой в наличии. Вы же знаете, как у вас в машине, ну, наверное, скорее всего, вот этот скорбь сломается. Колодки там запасные с собой берите. Ну, понятно, компрессор нам был для ремонта без камерки, полноценная запаска. Вот это все надо брать с собой. А что делать, если сломались и не можете починиться? Вообще не надо паниковать. Все нормально будет. Придет монгол и поможет. Вот мы сломались, мы ничего не знаем, как починиться, у нас все есть. Вот приехал монгол на мотоцикле тут же откуда-то, вот из ниоткуда. Приехал и стоит. Мы по-монгольски не говорим, он по-русски не говорит. Ну, вот он стоит, наблюдает. Минут 10 понаблюдал, смотрит, что мы справляемся, поулыбался, сел, уехал. Ну, а так он приехал проверить, нужна ли помощь. Иногда до смешного доходит. То есть ты едешь, смотришь, что-то там у тебя двигатель закипает, надо остановиться, его охладить. Да, ты просто капот поднял. Все, едет монгол, проверять. Или еще смешнее, мало ли, ты там вышел по делам. Едет, да, но что машина остановилась, что-то сломалось, надо поехать проверить, что с ней случилось. Вот. И вот алкоголь, молоко должны быть обязательно с собой, когда вы ездите по Монголии. Потому что если у вас будет алкоголь, молоко, то, скорее всего, предыдущее вам не понадобится. Даже машина. Ну, запаски вот эти вот, все подготовки, скорее всего, не понадобятся. Вот. Да, потому что там основная религия шаманизм, буддизм тоже присутствует, но и шаманизм. То есть вот на перевалах стоят такие обо, они могут иметь разный вид. Там, где нет леса, они будут из камней, вот там с рогами, да, видите. Могут быть оплетки от руля лежать, еще что-то. Там, где есть лес, они могут быть из жердей, из палок сделаны. То есть какие-то обуви всегда стоять на перевале. Надо остановиться, выйти и отдать духам дань уважения, попросить у них хорошие дороги, покапать, побрызгать молоком. Вот как бы мы тут в кадре этим и занимаемся. Ходим, вот брызгаем молоком либо алкоголем. Почему молоком? Потому что белая пища считается у них священной. И белое, молоко, самое первое у скотоводов, что может быть. Потом уже русские принесли туда алкоголь, а алкоголь почти белый, поэтому он тоже священный. Вот. И мы один раз не побурханили зимой. Мы потом три дня машину отогревали. Зимой в монгольской глуши, где вот нечем отогреть. И у нас прям это отдельная история, если я буду рассказать, она длинная просто. Вот. Вот один раз не побурханили. И на Байкале тоже таких историй очень много, когда не побурханили и потом начинались какие-то неприятности. Поэтому если едете в Монголию, вот подготовка. Обязательно молоко, но его можно в любой деревне купить в Монголии. И на каждом таком месте нужно обязательно остановиться, обойти по часовой стрелке, покапать молоком, попросить хорошей дороги. И все, едьте спокойно дальше. И все будет хорошо. А если не очень, то приедет монгол и поможет. Где можно жить в Монголии? Вот как бы комфортные юрточные комплексы, которые встречаются. Ну, отели в городах есть, поэтому я их показывать не буду. Ну, отели, отель, что его там показывать. А вот комфортный юрточный комплекс. Вы видите юрты посредине здания ресторана, где кормят. И там, сзади, за юртами есть еще отдельное здание, благоустроенный санузел. Там есть и туалеты, и души, все есть. Ну, вот не в юрте, надо туда пройти. Кое-где, в некоторых местах уже построены специально благоустроенные домики, то есть санузлом внутри, но они, там нет водопровода как такового. То есть, вода будет подаваться тоже из канистры, ограниченный ее запас. И электричество здесь тоже, дизель-генератор, и, как правило, оно подается там на 2-3 часа. То есть, вроде как бы и цивилизация, но вот тоже с нюансами. В городах есть еще некомфортные отели, это если вам не удалось попасть на ночевку в комфортный отель, а некомфортные могут быть прям вот совсем разного уровня. Прям настолько некомфортные, что вот комната вроде нормальная, а санузла нет. То есть, санузел есть где-то там в самом углу, а душа нет вообще никакого, в принципе, даже вот руки помыть негде. Вот мы встречали такие отели, такое бывает. Ну и в палатках еще можно жить. То есть, жилье самое разное, но вот если хочется комфорта и жить по комфортным отелям, то вот прям маршрут надо прям очень четко выстраивать, потому что надо знать, где эти комфортные отели находятся. А как линия люди? Печка. Печка. Дрова. Дрова. Где дрова есть, там дрова, где нету дров, там от дары, от скота. Да. Еда – это будет мясо и тесто в различных вариациях. Вот как ни крути, мясо будет, как правило, баранина, потому что баранины больше всего в стране, но если вот, как в нашем было случае, там баранов нету, а есть только одни верблюды, то, возможно, вам попадется верблюжатина. И будет вот мясо в тестах. Мясо с тестом, тесто в мясе, тесто с мясом вареное, тесто с мясом тушеное, тесто с мясом жареное, вот всякое разное. Самая распространенная еда – это бузы. У нас они в Бурятии, на Байкале зовутся бузы. У них просто буз. Без «ы» на конце, да, просто буз. Это цуйван, это макароны с мясом, домашняя лапша. Ой, аж это есть захотелось. Да, и там на сковородочке будет мясо. Вот там на сковородке, кстати, мясо иногда бывает разное. То есть там у них классно, они сейчас начали делать, заходишь в кафе, есть эти картинки, и подписано, какое мясо еще. Там ухрин, например, там какой-нибудь шарсан, ухрин – это корова, да, там какой-нибудь другой, там баранина, то есть а шарсан – сковородка. И такой ходишь, блин, какой уж взять, все такое вкусное. Рис всегда идет в комплекте. Чай будет липтон цай, они его называют, через пакетика. И чай, их чай монгольский, сутэ цай, он будет с жиром, с молоком, и немножко соленый. Он не то, что прям соленый, а такой солоноватый. Но когда к нему привыкнешь, что потом, зачем мне этот липтон, давайте, ваш сутэ цай, он питательный очень, и для степи он, наоборот, хорош. И стоит, кстати, гораздо дешевле, чем липтон цай, хотя тот просто пакетик, а этот прям варить надо, молоко отдавали, эти прочие, но он дешевле. Кофе, кофе, сейчас появляются кофейни, особенно вот где, фотка была с красивой дорогой, с хорошей, с новенькой. Они вот сейчас классно делают, что строят сразу дороги с комплексом заправка, отель, кафе, в нем кофейни обязательно есть, и магазинчик маленький, прям вот такой сразу комплекс на дороге появляется. И вот на новых участках дорог такое есть. А так кофе, ну, на дороге надо поискать, в Ulan Batari, конечно, оно есть. Пакетики кофейные тоже везде есть. А, очень большие. А? Порции очень большие. А, да, порции, да, гигантские. Иногда думаешь, надо как бы на двоих, что ли, ее взять, потому что мы столько не съем. Вот. Но еда в целом вкусная, и баранину они готовить умеют. Она, ну, хорошая, да? Вот. Очень хорошая. Если вы не любили баранину, вы ее полюбите там. Да. Она отходит сюда, да, паранинка? Они умеют ее готовить. Они прям вот как-то, ну, спецы, они всю жизнь ее едят. Вот. По деньгам. С собой надо брать либо специальные карты, не наши, у меня вот казахская карта, например, либо брать рубли, и можно их менять на границе. В Улан-Баторе есть специальная улица обменников, где их меняют. А в других городах, в банках, не во всех банках могут поменять рубли, а там, где поменяют, будет курс, ну, вообще страшно невыгодный. Если уж так, то лучше тогда доллары с собой везти, потому что доллары в банках хотя бы меняют по плюс-минус нормальному курсу. Но в больших городах можно находить русские магазины, ОРОС, они называются, как правило, там флаг русский есть, и там есть русские товары, и вот у них можно у продавца прям подойти, посвятить ему рублями, сказать, поменяй. И на калькуляторе он там покажет курс, он будет чуть похуже, чем реальный курс, но нормальный, то есть гораздо лучше, чем в банке. И информация тоже по картам, тут у меня написано, что UnionPay Gazprom работает, вот пока еще работает, будет же видео в записи, может спустя какое-то время уже не будет работать, поэтому информацию по картам надо ее все время актуализировать. И принимают на данный момент, вот за эти банки я точно знаю, Казахский, Каспий и БЦК, этот банк центра кредит. Наверное, еще какие-то принимают, ну просто про них я не знаю. В городах почти везде, в небольших деревнях уже тоже много где есть, куда приложить карту, на заправках кое-где есть, куда приложить карту, но вот она не на заправках, кстати, вот не везде, вот UnionPay Gazprom не везде срабатывает именно на заправках. И у нас вот было такое, что мы меняли последние 10 долларов, чтобы заправиться, потому что у нас, ну как бы, других вариантов просто не было, карта не проходит, тугриков у нас наличных уже нет, рубли есть, а что ими делать, только печку топить. Остались, к счастью, 10 долларов, такая бумажечка, мы такие, вау, заправиться, чтобы хоть до следующей заправки доехать. До этой заправки долларами не рассчитаешься? Не рассчитаешься долларами. Ну, в Ланбаторе, наверное, можно какой-нибудь ушлый, да. По трассе нет, по трассе. В юрточных комплексах. В тугриках. Только в тугриках. Только в тугриках, да. Ну, может оказаться, что в юрточном комплексе кто-то тоже соображает и поменяет вам рубли, но курс будет, опять же, невыгодный. Поэтому, вот если вы въезжаете в Монголию, надо вот на все сразу деньги менять, потому что, скорее всего, вам их не хватит. Можно назад поменять? Ну, там курс, туда вы поменяете по 35, обратно там по 36. Ну, вообще, как бы... Солярка есть на заправке? Есть. 92-й в основном есть, 95-й почти не найдешь, но кое-где, вот мы заезжали в деревню, один раз нам пришлось заправляться 76-м. Не было. Не было 92-го даже. Солярка есть. Нет такого, что в каких-то регионах нет совсем. Ну, насчет солярки, что нет каких-то регионов совсем, прям вот не скажу, потому что мы не по всем регионам проехали. Но бывает, что в какой-то деревне его нет, да? Вообще, как лучше заправляться? Просто вот заехали в деревню, есть заправка, неважно, сколько у вас там в баке, заправляйте до полного. Следующая заправка, заправляйте до полного, неизвестно, как будет следующий. Мы в прошлом году, когда катались, попали на какой-то транспортный, бензиновый коллапс. Короче, бензин в стране закончился. Его стали давать по 20 литров на заправке. Прямо по 20 литров. Мы такие, как там ехать 500 километров? Надо как бы больше, больше, чем 20. И мы так удачно, он начинал заканчиваться с севера на юг. И мы как раз ехали с севера на юг, вот так вслед за бензином просто. Приезжаем в последнюю деревню, которая у нас там на пути, и Гурвантес такие, просто вот так пальцы, есть бензин, нет, если нам дадут 20, она у нас Херменца в следующий, в который вот надо с собой запас бензина, то есть туда вообще на 20 никак не уедешь. И что, и будем сидеть в Гурвантесе, ждать, пока бензин привезут? Потому что и из Гурвантеса даже обратно ни в какую деревню не уедешь, чтобы опять бензина не хватит. И такие вот так просто, полный налили ништяк, уехали в Херменцавт, там три дня прожили, возвращаемся, все нормально, все на всех заправках появился бензин. то есть вот даже такое может быть, поэтому видите заправку, заправляйтесь. Ну, как бы, его везут из России, поэтому в целом он хороший, а с другой стороны, а у вас есть варианты? Ну, как бы, вот есть заправка, заправляемся. По бензину? Ну, вот, как бы, не знаю, можно ли наш случай считать несчастным, потому что у нас просто закончился бензин, мы туда далили немножко воды, потом заливали в него 76-й, ну, и ехала машина, ничего, и до сих пор ездит. Ну, что делать? Я не ослышался, вы воды залили? А там, типа, вода упадет вниз, бензин поднимется наверх, он попадет туда, вот, как-то так. Что случилось? Да, бензонасос сверху просто. Ну, вот. Какая-то такая система, в общем. Не, бензонасос не находится на дне, он чуть повыше, поэтому, когда совсем не задница, воду, набирающих, бензин предоставленный. Я повторю для записи, что бензонасос находится наверху, да, и вода уходит вниз, бензин поднимается наверх и попадает в бензонасос, и таким образом машина может еще какое-то расстояние проехать. Но потом надо от воды избавляться. А? Ну, конечно, лучше не экспериментировать, ну, как бы, мы тоже, как бы, не так просто экспериментировали, так получилось. Вот. И вот набор юного штурмана. Карта бумажная, карта в телефоне, алкоголь бурханить, да, без него нельзя. Ну, и очки, потому что солнце яркое. По картам. У меня, значит, один телефон специально чисто навигационный, в котором есть вот советские военные карты, потому что они занимают очень много места. Они туда загружаются, как картинка такая, PDF. Вот, помните, раньше атласы были, ты его так листаешь, и вот он весь вот этими листами разложен, да, и вот ты его листы эти загружаешь, и его надо загружать не так, взял там Монголия. Нет, надо вот так выделять территорию и закачивать, и закачивать, и закачивать. Потом проверять, все ли закачалось, потому что мы там поехали искать одну пирамиду в степях, конкретно вот этого квадратика не было. Мы там просто так нигде катались, ну, пирамиду так и не нашли, просто время уже поджимало, но в следующий раз у нас осталось. Вот, это советские военные карты, для меня они самые основные, я как бы еще инструктор по горному туризму, я училась еще по этим картам, мне в них все понятно, я в них гораздо лучше понимаю, чем вот по всем этим остальным новым, потому что на них указан рельеф, там нормально дороги указаны, там кочки указаны, кустарники, лес, все понятно, вот они просто, дорога где-то нарисована. Вот, дальше хороша гуру мэп с тем, что она оффлайн-карта, ты ее закачал, и неважно, где ты находишься, она у тебя будет работать. Органик мэп примерно то же самое, но они бывают различаются, например, одна дорога есть в гуру, другая дорога в органике, и они могут не совпадать. Локус тоже хорош, но он требует небольших танцев с бубном, чтобы там его установить, карты туда закачать, и чтобы им потом еще пользоваться. Google, эта карта требует связи. Ну, Google вот хорош уже в деревнях, когда вы там какие-то заправки ищите, какие-то объекты внутри, уже деревни, а вот когда нет связи, то это вот гуру, органик и советские военные карты. Я вот их смотрю все пять, когда мы едем, потому что вот на одной карте нет полной информации. Военные карты дают информацию по рельефу, но по актуальным объектам там инфы нет, дороги там нет, там дороги старые нарисованы, которых сейчас в реальности нет, или наоборот, там есть дорога, а на той карте ее нету. Просто едешь непонятно где. По этим картам тоже могут быть, они его могут рисовать странное, могут там нарисовать дорогу, там где она не существует, а навигатор вас туда отправляет. И вот вы ее сравниваете с советской военной картой, думаете, что там странно как-то отправляет. А если не будете сравнивать, то можете получить интересное приключение. Мы когда ехали, у нас наоборот была задача получить приключение. У нас был, например, участок, вот мы едем, навигатор вот так рисует, так, раз скальный массив, объехать небольшой, там километров 15, наверное, в ширину, в длину, и там ширину, там километров 10, наверное. Высотой, правда, 4000 метров оказался. Денис говорит, найди прямую дорогу. Ну что, говорит, вот так объезжать. Ладно, найду. Смотрю, на карте дороги нет. Ну, как бы, ни Гуру, ни Локас, ни Органик, они не показывают, как там нет дороги. Поэтому они ее просто тупо не показывают. Надо искать на советской военной карте, как проехать по рельефу. И я сказала, ну, вот как бы так, должны вот так проехать. И вот мы там поехали 8 километров вверх. У нас машина перегревалась со скоростью один перегрев в километр. Мы останавливались, ее там охлаждали. Потом долго искали, уже наверх заехали в темноте. А там наверху оказался просто миллион дорог в разных направлениях. Как они туда, вот там дороги появились, или внизу здесь нет. Ну, как-то монголы, видимо, туда заезжают. И надо было там среди этого миллиона выбрать дорогу в нашем нужном направлении. Ну, как бы мы ее нашли. Там оказалось очень много сайр как раз. В темноте сайры, это вообще очень интересно. Ну, их плохо видно. Вот, нам такое нравится. То есть это все можно делать на кроссовере. Мы ездили на Рено Калеос, но надо понимать возможности автомобиля. Вот, ну, и как бы тут мои координаты, если кому-то надо в ВКонтакте и в Телеграме. Вот, и теперь ваши вопросы. В Каньоне, в Херменцаве, да? Можно ли там заблудиться? Ну, при желании можно, потому что он достаточно лабиринтовый. И я там пошла искать одно конкретное место, и, ну, я знаю, где оно находится. Я такая, ну, как-то вот не то. И оказалось, что я зашла чуть в другой отрок, но я очень хорошо ориентируюсь. Я такая, так, не то. Вернулась обратно и нашла. А вот если не ориентироваться, они же похожи, тут пески, там пески, то при желании можно. Ну, как надо делать? То есть берем вот там гуру. Так, все сосканировали, кому надо, да? Берем вот эту гуру или органик, ставим в ней точку своего лагеря и записываем трек. То есть пошли гулять по Каньону, записываем трек. Так что если ты такой, а-а-а, заблудился, открываешь трек и идешь по нему обратно. А где же нацпарк? Там тоже нацпарк, но мы никогда не там не видели того, кто бы взял с нас деньги. И там нет какого-то въездных ворот. Там пока просто об этом только табличка стоит. Когда туда начнут много народу ездить, то, естественно, они тоже территорию огородят. Потому что, ну, нет смысла, если там народа почти нет. Ну, вот монголов мы там встречали. Ну, а в нацпарке с собаками можно животным? Мы не видели ограничений. Мы однажды ездили с собачкой, такой с маленькой. Не то, что в нацпарке нет ограничений. Там монголы ее впускали в кафе, садили ее на стульчик, приносили ее воду в пиале. Ну, то есть... как бы вот друг на друга все охотятся дружно. Поэтому пока нет. По крайней мере, сейчас такого нет. Так, еще вопросы? Какое время лучше на посещении? По мне лучше весна и осень. Зимой холодно, летом очень жарко. Мы вот в августе ехали, просто жарище. Даже в сентябре было такое, что жарище. Но опять же, эта погода, она прям вот настолько разная может быть. Мы ездили в мае две недели с Игорем, и было плюс 35. Прямо жарко было. Юля, когда вы не дали? Вот апрель, май, вот тоже плюс-минус. Поехали после мая, в этом же июне, через пять дней я вернулась из Монголии, через пять дней снова поехала. И у нас в течение 10 дней было плюс 8 в июне. Ну, вот как? А лед? Лед, он стоит до середины апреля точно, но вот в этом году чуть ранняя весна, и сейчас уже вышел запрет передвижения по льду Хубсугу. Они сообщают, что можно вводить? Ну, как бы они вводят запрет, но там надо смотреть. Но мы вот ездили в начале апреля, и тут как бы нормально было. Замерзает он раньше, чем Байкал, потому что он в горах находится, и там холоднее. С декабря все можно кататься по льду. Оптимальное время для поездки? Оптимальное время для поездки? Ну, смотрят, куда заезжать. Ну, вот через Хубсугул. Ну, вот день будете до него ехать, день по северу кататься, потому что, ну, раз уж приехали, потом день вы на юг, уже три дня. И если прям сразу на вылет обратно ехать, то можно за два дня доехать. То есть вот прям минимально это пять дней. Но это вы в ГОБе не заезжаете, это все сразу домой. Да, если в ГОБе ехать, то надо две недели. А если из Горно-Алтайска при этом нет? Ну, из Горно-Алтайска можно чуть побыстрее, потому что с той стороны асфальта побольше, и там можно... Ну, в целом лучше недели две закладывать, а лучше три запасом. Надоело, раньше вы ехали? А если не надоело, у вас время есть. А так вот, ну, расстояния просто гигантские. И если по асфальту ты еще гигантское расстояние можешь проехать достаточно быстро, то по грунтовкам, по их дорогам, даже они хоть и хорошие эти грунтовки, ну, там, 300 километров в день, ну, больше лучше не ехать. Потому что, ну, езда ради езды тоже не так интересна. Надо же выходить, смотреть. Там очень много объектов попадается, каких-то локальных по пути. Какие-то каменные бабы там старинные. Там у нас мы как-то выезжаем, поле конопли просто. Да, мы такие, нам как бы не надо, но стало радостно. Выбежали фотографировать давай. Найду. Потом там у нас по плану было, что через реку будет мост. Мы приехали, а моста нет. Надо искать брод. Вот по карте смотрим, вот по советским военным, где там может быть мост, ну, не мост хотя бы, брод по рельефу. Поехали тут брод искать. Плюс 170 километров. Ну, как бы. Лучше всего, конечно, с палаткой путешествовать. Потому что тогда вы не ограничены вообще ничем. То есть где застала ночь, там остановились. В ночь по Монголии лучше не ездить. То есть с чем это связано? У них много таких глиняных дорог, в которые прошел дождь, там появилась глиняная лужа, потом дождя долго не было, лужа высохла, и как бы яма осталась. А снаружи вот корочка, и ты ее не видишь. То есть если днем ты ее видишь, потому что корочка подсохнутая, глиняная, ее хорошо видно, она такими становятся, чешуйками, она ничего не видна. И туда можно влететь прям целиком, прям в эту яму. То есть они прям разные бывают. Можно прям всей машиной туда сесть, и хорошо просто сесть в машину, а можно машину покалечить. Поэтому ночью по Монголии лучше не ездить. И плюс еще, даже если вы по асфальту едете, будет плохо, потому что все монголы ездят ночью по асфальту исключительно на дальнем свете. У них нет вообще ездить на ближнем свете, потому что много скота. Скот может легко выпрыгнуть на дорогу, и они едут на дальнем, чтобы увидеть этот скот. Хоть заморгайтесь, они не переключатся на ближний. Не видно ничего. Вообще ты едешь как в космосе, ты только фары эти видишь. Поэтому лучше ночью не ездить. Взял, у тебя будешь ночевать, а там бараны всякие. Летом такое есть. Вот мы весной и осенью не встречали такого. А летом есть, и рекомендуют переворачивать обувь с палатки, чтобы туда не заползли скорпионы. И перед тем, как одеть, опять же берем, вот так вот переворачиваем, чтобы его оттуда вытряхнуть, не надо туда руку пихать. А баран у тебя такой? Не, баран нет, а вот скорпионы могут быть. Ну просто перевернуть, потрясти, чтобы он оттуда выпал, и все. Змеи тоже есть, но мы их, как бы, такие, мы же знаем, что это за меня. Мы таки, а, еще там ордник, побежали его скорее фотографировать. Он от нас бежит такой, боже мой, что это такое? Не было такого. Ну, у кого-то, может, было, у нас не было. Может быть, в Улан-Баторе случится, что вы как-нибудь припарковались, так, что проезжающий мимо монголу задел вашу машину, а так, чтобы специально, ну, такого нет. Если очень-очень пьяный монгол, которого еще найти надо, они вот как-то пьют, но не пьяный почему-то. Вот. Тому, конечно, ну, не надо с ним идти на контакт, войдите в его. Все, а так вообще без проблем. То, что? они же, они прибегают наоборот, вдруг помочь, что надо, вдруг что случилось. Все, они помогающие, обязательно помогут. Если что случилось, домой к себе привезут, накормят, напоят, спать уложат. У нас бывало такое, что мы приезжаем в деревню, ну, уже ночь на дворе, деревня маленькая, обычно в любой деревне практически есть какая-нибудь маленькая гостиница, она может быть очень плохая, но она есть. Тут приезжаем, что-то ищем, ищем, нету гостиницы, мы просто в магазин, типа, где переночевать, они такие, что-то куда-то позвонила, поговорила, пошли, говорит, за мной заходят и просто в свою юрту селят. У них там две юрты во дворе. У нее магазин, деревянный дом, все, но она живет в юрте. И рядом вторая юрта стоит, которая у них как склад, там что-то холодильник большой, все, они нам тут же притащили из матрасов, одеял, тут же печку притащили, там запустили ее, через полчаса жарища. Все. А? Как благодарить за это? Ну как, чем есть, тем благодарить. Ну мы обычно как бы спрашиваем, сколько стоит. Не дали. Да, ну плюс-минус, знаешь, сколько стоит, и поэтому как бы даешь. Ну обычно где-то 25-30 тысяч стоит кое-какое место вот в юрте. Ну то есть такая нормальная цена обычная. Вот. Если есть чем-то еще благодарить, да пожалуйста. Вот. Если как бы ты там где-то находился, и они прям вот как бы тебя пригласили в юрту, это одно. А когда мы сами просим ночлега, то как бы все-таки это уже платная услуга, мне кажется, и поэтому, ну как деньгами. Они причем даже иногда таки не знают сколько сказать, потому что никогда не селили. Поэтому вот ну даешь сколько, как бы стандартная цена. Как ситуация со связью, с интернетом? В деревнях есть везде связь, интернет. Лучше всего Юнител и Мубиком ловят местные. А где покупать семикарты? В Улан-Баттере лучше всего. На границе? В Алтан-Булаге дают Скайтел, а он вот на севере где-то работает. Поэтому лучше доехать до Улан-Баттера и купить там. То есть поездка все равно через Улан-Баттер? Не обязательно. Можно в других деревнях где-то поискать. Мурен, там, Цаган-Нур, ну ближайшие горы, город Калтаю, там может быть. Вот. Ну по деревням везде будет связь. А вот чуть отъехал от деревни, связи нет. Что у них с автопрокатом? Говорят, есть автопрокат в Улан-Баттере. Но вот что-то его там как-то... Ну, машины все ушатанные. А если Кунска вот отдает прокат с заездом в Мажори? Ну, не знаю, не слышала, чтобы так брали. Там через Мариф, например, на деревне. Ну, бумажки-то еще можно решить. Тут вопрос, сколько это будет стоить. Может, проще будет как-то по-другому сделать. Может, свою машину автовозом пригнать и поехать. А скажите, пожалуйста, про переход к границе. Как там вообще? Это что, с визой и с монгольской? А, виза не нужна. А сейчас вот, да. 1 апреля была шутка, что все закрывается, все и будет в Монголии виза. Там по 100 долларов и получать ее только в Воркуте. Вот. Ну, конечно, это шутка. Монголия для нас безвизовая. Нужен только загранпаспорт. Если влетаете туда самолетом, то все, как полагается, 6 месяцев. А если по земле, проверено лично, 10 дней все равно вас пустят. То есть через 10 дней паспорт заканчивается, вас пустят. Никто туда смотреть даже не будет. Вот. Да такое, да. Это прям классно. Время прохождения. Примерно 2 часа надо закладывать на границу. Иногда может быть больше. Иногда у нас рекорд был 40 минут. Обе границы. А так, ну, стандартно 1,5-2 часа. Монголы сильно не смотрят. Русские заставляют достать все, показать. Ну, просто все сумки оттуда достать. Вот так открыть, показать, закрыть. Ну, это вот я про кяхтую, про ханг говорю. И показать запаску. То есть если запаска в машине внутри, то надо вот все оттуда из багажника достать. И покажет, что запаска на месте. Если запаска снаружи, то, ну, вот она запаска. А алкоголь, ну, как везде, 3 литра на человека, да? По продуктам ограничения. По продуктам туда без ограничений. Обратно нельзя к нам в Россию, из Монголии можно? В Россию нельзя ввозить мясо, молоко и вот все эти продукты. Я регулярно ввожу оттуда маленькое молоко. Но это я вот так называю в коробочках маленьких по 0,2. Что удобно пить. Вот оно прям какое-то вкусное. Рассолываю по мешкам. Говорю, нет, у нее молока нет. Вот, ну, это как бы дело такое, может на попасть. Ну, то есть, как бы, не надо наглеть везти мешками. А если там где-то чуть-чуть, запрятать можно. В Улан-Баторе есть все, город большой. В деревнях будет только мясо. Консервы будут. Вот огурцы в банках классные. Грибы классные, соленья варенья какие-то. А вот свежих овощей будет, там какая-то унылая морковка будет. И капуста. А алкоголь есть? А алкоголь есть. Расскажу даже историю. Когда мы уже выезжали и возвращались уже в городе РДНР, там супермаркет такой, ну, хороший город супермаркет. И покупали просто сувениры на память. И все решили взять монгольскую водку. И то есть стояло несколько вот нас, россиян с водкой, а сзади меня стояла женщина-монголка, и у нее было вот только красного вина. Вот как бы в плане алкоголя. Да, да, да. Мороженое у них, кстати, очень вкусное, потому что из молока, из нормального прям вкусное мороженое. Дешевое какое-то там 10, 20, 30 рублей. Водка у них, конечно, ужасная была, сейчас не знаю. Ой, сейчас водки много всякой разной. Архи, Чингисхан, там что-то, там столько названий. У, зашел, потерялся. В красивых коробках. Никакое мясо нельзя. Если не много, то вот куда-нибудь вещи запрятать подальше. Нет, нельзя нельзя. Вот, и так сбилось в смысле, что-то хотела сказать. А? Проводку. Не, не про водку мясо. Ладно, не помню. А, я, скажите, пожалуйста, когда вы отправляетесь в Тур, в основном продукты вы пусть у себя скупаете, вот эти вот пакеты, с которыми... Ну, которые вот пакеты готовой еды, да, потому что у нас в Иркутске очень классную готовят еду, вот эту в пакетах уже готовую. Ну, куда еду, просто покупаю, загрузил и свободен. Вот, а мясо можно уже там у них докупить, чтобы побольше было мяса. А, где где-то новое, да, где-то что? Вот, как бы у нас прямо она готовая уже, она в таких серебряных пакетах. Ее просто разогреть. Кранидов. Да, она самая известная. Ну, вот, Кранидов наша лучше, короче, иркутская. Она здоровая еда. Как она там? Фабрика здоровой еды. Фабрика здоровой еды. Ну, я вряд ли думаю, что она сюда как-то распространяется, она там у нас в Иркутске. А? Ну, да, ну, может быть, ну, как бы, посмотрите. Вот, я просто специально их все перепробовала, они прям, ну, вкусные. И прям там плов-так плов, там, прям с кусками мяса, там, ну, по-настоящему все. А вот овощи и фрукты, да, там, ну, вот прям проблема. То есть в кафешках может встречаться салат из капусты. Ну, такой обычный капустный салат. Иногда бывает морковка по-корейски. Ну, это редко. То есть что-то больше бывает совсем редко. Вот, в каких-нибудь прям уже больших ресторанчиках там что-то может быть. Но вот стоит рассчитывать на то, что... Вегетарианцам тяжело. Поэтому, если надо, надо где-то закупаться. Лучше все какой-нибудь капустой, она же долго хранится. Кинул в багажник, типа потихоньку от нее отрезаешь. Ну, банки зато вот с огурцами очень вкусные у них. Скажите про еду в деревнях? Еда в деревнях. Там бывает, ты приезжаешь, а там кафе. Его даже непонятно, что это кафе. То есть иногда там написано цайный газар. Цайный чайный, это газар место. Ну, то есть чайное место, кафешка. А иногда даже такой надписи нет. И там просто догадаться должен, что, наверное, там кормят. Заходишь, оно прям настолько простое. Прям вот когда-то там был стол, когда-то на нем была скатерть. И вот эти когда-то, вот они до сих пор дожили как-то. И там на выбор у тебя только бузы и хушуры. Хушуры – это чебуреки. Может быть, иногда будет там суп. Но иногда нет. И так мы вот ездили, у нас 12 человек было. Пока они там все это приготовят. Ну, так посчитаем. Кому сколько буз, кому сколько хушуров. Вот все, 35 хушуров, там 48 бусы. И ей такие показали, и сидим, ждем. Она нам куда-то позвонила. Там прибежало 5 человек. И такие сидят, лепят эти наши бузы и хушуры. Все по-быстрому. Все поели. Но они готовят вот только сейчас. То есть там нету так, что на чебурек там они когда-то приготовили, вот он лежит. Его будут готовить только после того, как закажешь. Вот, ну, очень вкусное. Ну, мясо свежее, прям мясо мясное. У них есть утренний суп, который сами едят монголы. Баншатай шулен. Это суп с пельменями в молоке. О, как лечит. То есть там будет молоко, в нем мясо есть, и еще пельмени плавают в нем. Они сами такой на завтрак едят, да. А десерты они едят в мороженое? Сейчас, да, становится популярно, но у них десертом, вот если в какой-нибудь совсем гуше уехать, у них десертом является творог сушеный, он солоноватый. А там у шарики? Он разный бывает, шариками, там, домиками, пирамидками, квадратиками, кубиками, разной формы, разной степени салонности, плюс еще творог из разного молока может быть приготовлен. Он и в магазинах везде продается. Да, и в магазинах он везде продается, и сами они его готовят, и он всегда у них стоит на столе, просто вот подошел, понял. И при том, что вот пища вроде такая жирная, потому что мясо всегда жирное, оно всегда наваристое, суп тоже всегда наваристый, и всегда тесто. Они не толстые, они как бы крепко сбитые, но они не толстые. Как они умудряются это делать, я не знаю, ну вот. А какой бюджет рассчитан на поездку? Сходя из какой расходов в день? Из расходов в день? Ну, максимально стоит рассчитывать, сколько машина ест, вот, да, это, ну, по машине бензин, да. Да, а все остальное? Ну, берите где-нибудь пятерку на день, как минимум, вот. Это если вот эти пафосные гостиницы не брать, которые по 12 тысяч стоят, то, в принципе, пятерки должно хватить. Пять тысяч человек? Да, на человека в день. На еду будет уходить где-то тысяча, полторы, ну, кто как ест, то пять, да. Там, допустим, полторы-две на жилье, ну, и остальное там нацпарк и еще какие-то. Покупите что-то. Ну, то есть, ну, в принципе, пять должно хватить. Лучше взять с запасом, там уже обменяйте обратно. Это парень топлива. Да, да, да. Топливо это прям самый вот большой расход. Бензин, кстати, там стоит дорого. 92-й там стоит 75-80, 95-й 100, ну, это там в Улан-Баторе. То есть, у них бензин прям дорогой. И чем дальше от Улан-Батор, тем дороже. Ну, конечно, считайте, 80 просто и все. А там прям вот в заправке, или там сидит какая-нибудь тетечка, вот как вы едите. Из-под газировки полтора литра и, блин, продают тебе вот. Бензин. Ну, не совсем так, но бывает, да, весело. Иногда подъезжаешь к заправке, там никого нет. Телефон висит, там, позвони, придет человек тебя заправит. Вот. И у них там иногда бывает, заправка выглядит как откуда-то из позапрошлого века, а там бац, и вдруг электроника, что-то там все считает. А иногда бывало такое, что мы вот крутили, там, где-то крутил, крутил, ему надоело. Такой, давайте, говорит, сами докручивайте. Ну, есть прям вот по-всякому может быть. Вообще странно. Ощущения там даже по рассказам прямо. Да, там прям свобода ощущается просто каждой клеточкой. Ты вот хочешь налево идти, хочешь направо, хочешь кричи, хочешь... Но там вот как-то свобода не такая, как вседозвольность, что хочешь ты делаешь, а как-то ты понимаешь, что вот реально ты человек свободный. Вот все. И вот прям только за этим ощущением можно в Монголию ехать. Вот такой свободы, как там, я нигде не встречала. Хотя тоже много путешествую по другим странам. В принципе, я везде себя достаточно свободна еще, но там просто вот какой-то в воздухе витает. А золотые зеленьи там, я просто видела, они же франку покрыли, какой-то другой похожий как золото сбросы, да? Это, наверное, идет речь об Ильме. Это такой вяз монгольский. Он немножко, да, такой есть золотистый. Там много золотистых? Нет, немного. Ближе к Херменцаву они там появляются, они как-то вот песочек любят. Вот песка, кстати, не так много. Гоби занимает, пустыня Гоби занимает треть Монголии по территории, а песок 4% всего. То есть мы ехали такие, а когда песок будет? А когда песок будет? Я говорю, там, на шестой день. А когда песок будет? А когда песок будет? Я говорю, на шестой день. Вот мы наконец-то за него приехали. Все что ли? Потому что я, когда первый раз ехала, тоже думала, что вот Гоби, это вот все, там, ты заехал и в этом песке завяз и сидишь в нем. А там песков не так много на самом деле. На основном это пустыня, но бывает кое-где так интересно, что это реально песок, а у него сверху он покрыт какими-то мелкими камешками, такой щебенкой прям, она прям острая, маленькая и черная. И ты так смотришь, черная, а подходишь так ногой, хоп, а там песок. То есть там как-то ветром все время песчинки из-под камешков этих вымывает, они как бы на поверхности получаются. То есть видишь, ты черная, а на самом деле там песок. И машиной когда едешь, ты его продавливаешь, то есть за тобой прям такая песчаная колея остается. А то он опять наружный? Он постепенно, да. Ну то есть ты думаешь, что по-твердому едешь, а ты на самом деле едешь по песку и немножко вязнешь. То есть это тоже все надо учитывать. А там нету цепочек песков, которые можно там заезжать? Есть, но мы туда не заезжали. У нас все-таки кроссовер, поэтому мы соизмеряем его возможности. И прям совсем уж в пески такие, прям совсем сложно и не лезем. Скажите, на станции техобслуживания, ремонтные мастерские? В каждой деревне. В каждом дворе просто. В каждой деревне? Ну, смотря в каком направлении ехать, но в целом, да. Чем южнее, тем они реже, реже, реже. Более-менее нормальные ремонтные мастерские? Да даже в Улан-Баттере такую сложно найти. Как правило, это какой-то человек, который занимается, да, это двор у него. Вот как у нас вот подпольные сервисы, да, такого плана. Но они, самый главный плюс Монгола в том, что они очень помощливые. А то есть они, если приедешь, если, например, даже у нас или где-то приедешь, они никогда не откажутся. То есть они будут вот как, оказывалось, будут стоять, будут счастливы, все вникнут. Будут это делать долго очень, с чувством, с остановкой. Но они помогут, но они реально помогут. Ну, когда мы вот замерзли, мы вот в тот день мы ехали, весь день ехали, никого, вообще, правда, вот, никого не видели, ни одну машину нигде не видели. Сломались мы уже в темноте, у нас машина просто перестала ехать, просто раз перестала ехать. Вот, только мы сломались, через пять минут приехала буханка. А, нет, они просто ехали мимо, ну, вот, совпадение во времени и пространстве просто вот такое. Да, и мы остановились, и просто тишина, и такая, звук какой-то, раз смотрю в зеркало, фары. А я до этого смотрела, никаких фар не было, там вот такие пространства сложно было не увидеть. Нет, вот появилось, все, они такие, тут же вылезли 10 человек, там, блин, капот открыли, один свечи отвинтил, другой в бензобак заглянул, третий туда, третий сюда, все, там, все происходит уже, да, все, вот тебе сервис на ходу появился, минут 25 на улице, вот, они там 40 минут пытались реанимировать машину, не получилось, такие, говорят, все, бросайте ее тут в степи, залазьте к нам в буханку, мы вас в деревню увезем, завтра заберете свои машины. Завтра мы ее притащили на буксире, и потом вот мы ее три дня отогревали, и на третий день там нам предоставили гараж такой дырявый, сильно, сильно дырявый, вот, на третий день в гараже можно было снять варежки, мы его три дня топили печку буржуйка, он прям дырявый, вот, можно было снять варежки, и они в итоге на третий день они такие, о, варежки можно снять, прибежали, понатащили чурок такие машины, вот так все подняли, снизу все разобрали, и у нас, ну, топливонасос замерз, мы его новым поставили, но замерзла вся топливная система просто, вот, и они ее, да, и они ее прогревали, фен женский притащили вот этим феном вот так вот просто весь человек 8 нам помогала музык наш который такой квадратный да и они нас поселили кормили эти дни но не выживешь по-другому если не будешь помогать и это ведется там через века тысячелетия это если не будешь помогать то все не все не выживут постепенно желтый-желтый и вот ну там бензак он там оранжеватых ирменцев тоже ранжевая так и темно-желтый ну красных песков разноцветный мы песок встречали в некоторых местах там ну таких достаточно много когда вот едешь и горки разноцветные он не сильно яркие эти цвета то есть ты глазами видишь на фотках как-то ну не то не получается там надо их специально добавлять яркости чтобы было видно а в природе до в природе но там все это масштабно широко и на фотках она как бы сплющена и получается и не такая разница по цветам как ты ее видишь в реальности много прям вулканов много мы на некоторые вулканы заезжали накито можно подняться наверх по кругу обойти в некоторых сохранилась водичка внутри какие-то просто куполом много вулканов трясет у нас же эпицентр вот и у них у нас хупсугул постоянно трясет все там и там трясет и как-то нормально поэтому вот у них города и растут что все еще трясет и они выпирают платформу друг на друга давят и горы все еще лезут вверх но вот если сравнивать дороги например с памиром или теньшанем потому что то что вы показали это конечно не знаю на одной машине памиром с теньшанем сравнить не могу потому что еще не доехала но мы ездили через казахстан по старой австрийской дороге несколько не наездили вы или нет мы встретили там местных они нам сказали не надо туда ехать на вашей машине мы такие хочу они таким как бы не надо и мы поехали мы проехали потом мы поехали через перевал козыла устам 26 километров подъем тому такие булыганы мы дорогу строили ну проехали ну долго 6 часов ехали по меж теньшань это взрушающиеся достигшие за его максима это только раз низкий тракт а поместки как-то в основном же это щебенка но щебенка что едет там много щебенки в монголии и какие-то такие жидкие клеи по которому там колеи жидкие да и там еще много камней острых вот как бы еще проблема в этом то есть ты летишь вроде у тебя там вот отличная грунтовка но из него пустые камни торчат и дыку опа вот тут тут да и это прям вот ну вроде и не видно вот и мы где-то ехали я такая сарега башка все тормозим надо как бы покапать вот эта пирамидка к ней сворачиваем с дороги три метра проехали травка тут какая-то останавливаемся выходим а вот колесо проколото в двух местах вот так напротив друг друга и не так а вот сбоку то есть видимо прям при повороте мы об какой-то камень потерлись не не успели доехали мы бы ничего мы потом туда воткнули эти жгутики на этих жгутиках потом еще три тысячи километров ехали и нормально все было вот самое до распространенное это конечно прокол колес ну мы один раз поменяли прям все колесо полностью тушь пока мы доехали он прям стрелось в труху там внутри можно было вычерпывать оттуда что как-то не считали ну 1 5 наверное ну вот так чтоб прямо пришлось колесо новое в дороге покупать было всего раз и прямо в какой-то маленькой деревне именно было нашего размера колесо одно единственное нет заехали просто в первое он такое угарит а твоего размера из колесо на ну монголы вот они прям молодцы помогут вот обязательно но это как бы не надо прям рассчитывать что мы едем и там нам будут монголы помогать изо всех сил да вот надо как бы все равно на свои силы рассчитывать да ты должен быть весь подготовлены но если они тебя видят они обязательно придут на помощь но такого не бывает просто иногда так и кажется потому что мы такие ехали где-то ехали ехали ну вот долина какая-то горы ну видно что никого нет только остановились монгол такой на коне прискакал откуда-то но и на них они у них другое видение они по-другому степь видят они ее видят всю целиком живую и поэтому когда что-то там появляется новое они это сразу видят мы иначе на степь смотрим мы ее видим как бы кучу набор пикселей да они ее уже видят знают что здесь это здесь это здесь вот это тут раз новый объект появился вот они его прям видят сразу пожалуйста и и и Продолжение следует...